Всем привет, друзья! Сегодня у меня будут пивные новинки из магазина Красное и Белое КБ. Подъехали к нам наконец-то обезьянки. Эти у меня уже достаточно давно, пару недель стоят. Поэтому решил все это дело вместе, так сказать, скомпоновать и, соответственно, продегустировать, посмотреть, что да как. У нас сейчас середина мая, но как бы погода на улице холоднее стало, чем в апреле. Поэтому такие дела. Сижу в куртке, в кофте, в теплых штанах. Такие дела. Ладно, короче, поехали, собственно говоря, к делу. Блин, цены я не взял. Буду по памяти ориентироваться. В принципе, ладно. Обезьянки пока в сторону. Их оставим. Ну да, их, наверное, оставим напоследок. Начну я вот с этого, с белорусского. Хотя по уму надо, конечно, начинать вот с этого, но попозже расскажу, почему я все-таки решил начать именно с белорусского этого пива. Речицкая особая варка. Вот. Белорусское пиво, 60 рублей оно стоит. Вот. Состав адаптивая. Из артезианских скважин глубиной до 130 метров. Сразу обращаем на это внимание, что прям вот серьезно производитель так акцентирует на воде. Да, внимание. Подготовленное. Солод пивоваренный ячменный светлый. Ячмень пивоваренный. Б. Солод пивоваренный ячменный карамельный. К. Хмели продукты. В моем случае это Б. То есть ячмень пивоваренный будет. Хмели продукты. Так. Алкоголь здесь у нас 4,3. Экстрактивность 10. Ну, то есть объем 0,45. То есть получается пиво в стиле, наверное, чешской деситки. Что такое? Написано здесь, что крышечка откручивается. Что мы, собственно говоря, сейчас и сделаем. Крышка неинтересная. Плюс здесь нашлепочка. Для тех, кто занимается, так сказать, коллекционированием информации. Наливаем. Кто помнит, у нас в КБ появлялась, в принципе, эта линейка одно время. Там экспортная была, да, там еще что-то было. Так, не особо знаю, как здесь ставить. В плане, еще не особо привык записывать на улице. Тем более, немножко экспериментирую. Как поставить штатив повыше, пониже. Вот сегодня немножко пониже поставил. Посмотрим, как получится. Чтобы быть, как побольше должно быть поле видно, да. Давайте смотреть, что у нас по пиву. В принципе, золотистого цвета. Карба выше среднего. Пенка небольшая есть, которая поддерживает эту карба. Ароматика солодовая, немножко сладковатая. Ну, в принципе, достаточно стандартная такая ароматика для какого-нибудь евролагера. Давайте пробовать. Всем хорошее настроение. Те, кто смотрит, пишите в комментариях, что у вас налито. Сразу можете прямо сейчас написать. Интересно будет почитать. Ну, что, погнали. Да, надо сказать, что у меня пиво достаточно прохладное. Все. Конкретно к этим экземплярам я не думаю, что это сильно повлияет. Может быть, вот по ИПИ могут быть вопросы. Именно то, что ароматика может быть недостаточно яркой. Ну, именно по лагерам ничего страшного. Сейчас просто говорю, на улице холодно. Я сразу с холодильника, наверное, уже, ну, достаточно давно она стоит здесь. Но оно не греется. То есть, надо было, по идее, его в доме сначала немножко прогреть. Ну, ладно. В общем, будем пить, дегустировать, как есть, соответственно. Ну, что я могу сказать. Такой евролагерок достаточно пустоватенький, достаточно легенький в целом. Ничего, кстати, отрицательного в нем не вижу. Абсолютно такое пиво, которое можно попить, там, под классические пивные закуски. Под рыбку, да, под сухарики, под что-нибудь такое. Небольшое солодовое тело, в принципе, ощущается. И небольшой, такая, минимальная горчинка на финише. Вполне себе за 60 рублей нормальный представитель пива. Вот. А теперь переходим к следующей позиции, с которой, по идее, надо было начинать. Потому что это, вроде как, какое-то совсем уж легкое пиво. Вот такое, в стиле Японии, да. То есть, можно подумать, что это какое-нибудь азиатское, да, пиво. Или японское непосредственно. Но нет. Несмотря на то, что нас здесь, как бы, на это намекает. Сразу здесь вынесены технические характеристики. Также здесь 10 экстрактивность, как и в Рычецком. Но при этом алкоголь здесь 3,8. То есть, оно более лайтовое. Состав вода, солод, пивоваренный, ячменный, светлый, рис, хмель. Да, рисовое пиво. Так, характеристики я, в принципе, уже зачитал. А кто же у нас это дело все производит? А это наш любимый с вами, трехсосинский пивзавод. Вот, такие дела. Поэтому я решил начать со вторым. У меня обычно с трехсосинским не очень хорошие отношения. Потому что складывается. Вот. Мне его хочется, как правило, быстро запить. Поэтому я взял на этот случай как раз белорусское. В белорусском я в целом уверен, что оно будет, ну, хотя бы более-менее. Да, то есть, ничего особенного, конечно. Но оно у меня хотя бы не будет, скорее всего, вызывать никаких неприятных эмоций. А вот это может быть. Но, блин, дизайн бутылки реально офигенный. Мне нравится. Прям классный, приятный, хороший дизайн. Что, давайте смотреть, что по пиву. Тоже, в принципе, золотистого цвета. Карба тоже, в принципе, имеется. Здесь оно пониже. Ну, такое среднее, может быть, чуть выше среднего. И пенка такая небольшая имеется. Кстати, те самые пузыри в бутылке, кто на это обращает внимание, да, при наливе образуются. Так, ну, давайте смотреть, что по ароматике, по вкусу. Ароматика вот как раз рисового какого-то лагера. С таким каким-то неприятным немножко оттенком. Может, мне в целом такая ароматика просто не очень нравится. Немножко, мне кажется, немножко какой-то затхлый, что ли. Или это у трехсосинского именно так. Но вот когда глубже делаешь, вдыхаешь, то оно уже прям реально становится не особо приятной. И вот Пабло пиво было недавно у меня, да, тоже вот именно в обзоре новинок СКБ. Тоже была вот похожая ароматика, не особо приятная. Думаю, по вкусу здесь примерно будет та же петрушка. Поэтому я решил подстраховаться. Ничего, погнали. Ну, вот это прям пиво максимально водянистое. Небольшим таким каким-то аптечным каким-то травным вот телом. Не особо приятный. Плюс вот это рис. Кислить оно все вот к финишу. Кислить начинает абсолютно пиво пустой. Вот с таким вот кисло-неприятным каким-то аптечным вот этими вот привкусами. Наверное, в идеале, если этот сорт вот прям выровнять прям до какого-то хорошего, чтобы не было в нем ничего не приятного, в принципе, он, может быть, не был бы мне так вот... Ну, я бы, может, к нему относился все-таки лучше. А так вот это легкое рисовое пиво, может, конечно, не моя тема совсем, но не нравится мне. Вот сколько я их пил, не могу ничего вспомнить, чтобы я мог отметить. Ну, а это классический трехсочинский с дефектиками, вот с этими аптечными какими-то, с каким-то неприятным заряжалым солодом и все такое. Но при этой температуре могу сказать, что оно у меня не вызывает желания там вот запить. То есть резко какого-то негативного такого флера с этого пива нет. Поэтому это уже неплохо. Как по мне, лучше, чем Пабло. Плюс я лично ставлю плюс за дизайн этому пиву. Дизайн, вот как по мне, отличный. Вот именно для такого стиля, для такого пива вполне себе ничего. Тоже, опять же, под какие-то сухарики, в принципе, можно, но я бы не стал. Вот так вот, я думаю. Погнали, ребят, дальше. Сейчас у нас будет волковский вид. Причем это именно вид, а не бланш-де-мазай, да? Все знаете, что у волковской есть бланш-де-мазай примерно в похожем дизайне, в стандартном такой бутылочке. Я уже, кстати, достаточно давно записал ролик с обзором на волковскую. Там, правда, нет бланша, но все никак до него руки не дойдут. Все то новиночки, то что-то такое актуальное хочется выложить. Поэтому пока он так и лежит в закромах, так сказать. Ладно, давайте посмотрим, что нам производитель здесь заявляет. Итак, объем 0,43. Обращаем внимание, да. Здесь, кстати, 0,45 был. Цену не сказал, но оно, по-моему, не дешевое. По-моему, то ли 70, то ли 80 рублей. Ну, то есть, я считаю, для трехсосинского это вообще неприличная цена. Трехсосинский должен стоить рублей 40. Это вот мое мнение. Так, здесь объем 0,43. Состав вода питьевая, салат пивовальный ячменный, пшеница, хмели продукты, стабилизатор пектин, сахароза, растительные экстракты, цедра апельсина, кориандр, пивные дрожжи, алкоголь 5. Экстрактивность здесь действительного экстракта 4,3 написано. Просто действительный экстракт, я просто привык к экстрактивности начального сусла, по ней я чуть могу понять. А вот этот действительный экстракт, честно сказать, для меня не очень информативно. Объем 0,43. То есть, баночка, конечно, совсем уже идет в кастрированном таком виде. Уже скоро будем к 0,33 приближаться, да, такими темпами. Скоро 0,33, походу, будет уже такой стандартный стандарт. Но сделали бы 0,4 тогда, как бы, почему нет? Я знаю даже там, где-то же прям стандарт, по-моему, есть, да, 0,4. Ладно, короче, погнали. Так, куда мы его нальем? Ага, точно сюда. Единственное, вот из баночек, особенно из маленьких, я буду наливать, ну, реально, по половинке. Может, для дегустации это не очень, как бы, хорошо. Но, к сожалению, ветер есть, чтобы банки у нас не посносило. Здесь-то ладно еще, в принципе, давайте немножко болтанем. Вот, здесь-то ладно, в принципе, вот так налили, и вроде неплохо, да? Так, я думаю, немножко запаса у нас есть все-таки. Чуть-чуть еще сдвинусь, вот, и чуть-чуть сюда. Надеюсь, все неплохо. Гляну потом, ну, в принципе, вот можно по вот этой будет, да, по поле с моей. Ладно, гляну потом, как это все будет видно, потому что именно сам записываю первый раз, именно вот на этом месте, да, в прошлый раз с братом записывали, то есть была возможность хотя бы посмотреть именно на практике. А тут просто какие-то делать специальные, так сказать, дубли, холодно, блин. Я уже сижу, мне уже прямо это, вот руки уже начинают мерзнуть, тем более, постоянно контактирую с холодными банками достаточно. Ладно, короче, поехали. А то что-то, как всегда, решил немножко поболтать на отвлеченные темы, это, конечно, не то дело. Ну что, мутноватого цвета, я бы скорее подумал, что это, наверное, в немецком стиле, а не в стиле бланша. Немножко темноватая даже, она скорее какое-то прям сильно прям такое мутное. Пенка, в принципе, присутствует, ну, такая не особо она, конечно, выразительная, но есть, она должна быть достаточно стойкая. Ароматика, кстати, пронеслась, вот, когда я вот немножко проносил вот так вот бокалом. То есть, в принципе, можно уже почувствовать, что это какое-то пшеничное пиво. Немножко еда есть в каких-то цедровых вот этих нотах и кориандр. Давайте пробовать. Ну, такое, кстати, пиво достаточно легкое в целом, достаточно питкое. Хотя тельности тоже немножко, в принципе, есть. Небольшая такая кислиночка вот эта вот цедровая. И тело в целом такое с кориандровым больше уклоном. В принципе, тоже нормально, но не знаю. Уже не раз говорил, что я вот люблю именно пшенички все-таки в немецком стиле, да. А вот эти виты, они вроде как окей, именно с целью там утолить жажду, что-нибудь в таком плане. Ну, что-то вот не мой вкус, да. Бывает же такое, сами знаете. Что могу сказать? Цена 80 рублей. Думайте сами, решайте сами. Мне вот лично от Волковской тот же Blanche de Mosaik как-то больше прикольно нравится. В нем есть такая вот горчиночка от этих меля, да. Понятно, что она не в классическом там стиле вида, в отличие от этого, да. Ну, хотя это тоже, как по мне, оно какое-то вот прям не обладает, наверное, достаточным таким эффектом освежающим, что ли. В принципе, окей, но я, наверное, повторять тоже не буду, скорее. Скорее, не мой просто вариант. Прям плохого что-то тоже сказать не могу про него. Погнали дальше. Дальше у нас будет Марцин. Или Мерцин, да, по-моему, если правильно говорить. Так должно называться. Так, давайте, что мы сделаем. Я чуть-чуть, думаю, вот здесь будет, это точно все видно. Один здесь, один здесь. Волковскую просто чуть-чуть сюда смещу. А здесь у нас станет, соответственно, для... Блин, как бы все это дело случайно локтем не задеть. Ну, в общем, ребят, вы все видели, в принципе, пока так ориентируюсь, сам не знаю. Еще пива много просто для первого ролика. Было бы там три банки, было бы проще. Ладно, погнали. Короче, Марцинбир, обезьянки те самые. 70 рублей уже стоят, кстати, за баночку. Не так давно сначала они стоили 50 у нас пару лет назад, потом стали 60, стоит сейчас уже 70. Так что это пиво дорожает. В принципе, с этой линейки у нас побыло достаточно много пива, да. Изначально оно у нас, по-моему, появилось было. Ипа, темная. Потом вот эта синяя обезьянка, пшеничная, да, охмеленочка, которая мне в целом нравится. Вот, потом там еще разные появлялись, мы много дегустируем. Там и неипа какая-то у них была короткое время, и бок появлялся, и что только не было, да, в их линейке. Теперь вот у нас Мерцин, ну Мерцин типа окей, да, сейчас вот как раз... Ну, Мерцин, кто не знает, это фестивальное как бы пиво, именно мартовское, то есть весеннее такое именно фестивальное пиво. Не Октоберфест, осеннее, да, а именно вот весенний такой вариант. По факту такое солодовое плотное пиво должно быть, достаточно тельное, достаточно плотное, вот. Сейчас мы все это дело будем проверять. И алкоголя здесь чуть больше, чем там в обычных лагерах. Давайте смотреть. Итак, Мерцин, светлое, нефильтрованное, осветленное, пастеризованное 0,33. Производит у нас-то так же, как и раньше, Айхбаум. В принципе, ничего нового, да? Было бы странно, кстати, если бы здесь появился другой производитель. Состав вода, ячменный солод, экстракт хмеля. Экстрактивность начального сусла 12,3, алкоголь 5,5. Ну, в принципе, то, о чем я говорил, по характеристикам, оно чуть, так сказать, более плотное должно быть. 16 Айбю, напишу, кстати, выпей сразу вот глаз, так сказать, дернулся глянуть, что там. Там у нас 30 Айбю. Ну, про Apple попозже поговорим, она все-таки не совсем у нас стандартная. Так, буду наливать, ну, реально, половиночку, потому что боюсь, что с банкой что-то случится. Вот. Пусть она здесь стоит пока у нас. Итак, что у нас по пиву? В принципе, золотистый цвет. Все достаточно понятно с ним. Вот. Пенка, ну, опять же, в этом бокале очень приятно выглядит. Мелкозернистая такая получилась. Приятная. Выглядит симпатично. Понятно, что я наливал неправильно, плюс бокал, форма бокала, так сказать, способствует пенообразованию. Ну, имеем, что имеем. Как выглядит, мне нравится, если был полный бокал, более, так сказать, я более аккуратно наливал, соответственно, была бы пенная шапка чуть поменьше, пиво, соответственно, чуть побольше. Ну, я думаю, все это все понимаете. Что по ароматике? Что-то ароматика. Не очень впечатляет. Она солодовая, скорее, какая-то такая. Мне немножко почему-то... Каким-то уставшим тоже солодом немножко отдает. Не знаю, честно сказать, по виду лучше, чем по аромату. Давайте пробовать. Ну, честно сказать, сначала такое немножко сразу какой-то горечь, хмелька немножко пошло, плотность тела какая-то была. А потом чуть под... Дальше оно пошло совсем какое-то простенькое, водянистенькое как-то, несмотря на то, что должно быть в целом оно плотное, но плотности не хватает опять же. Окей, температура немножко низковата. Чуть-чуть бы повыше плотность, но оно бы казалось более таким полнотелым. Но все равно, хоть пиво невкусное, плюс пронеслась вот эта нотка какого-то не особо приятного солода лично у меня. Не знаю, не очень мне пиво зашло, честно сказать. Вообще, чуть-чуть в последнее время обезьянки меня как-то больше разочаровывают. Они молодцы, наверное, в том плане, что хоть какие-то стили, да, там, или какие-то подобия стилей, да, привозят нам. Но, честно сказать, вот кроме синей мне так ничего, в принципе, из их линейки и не понравилось. Ну что, ребят, поехали. Последний у нас представитель. Также это Hop Rider Cold India PLL. То есть, что такое вообще Cold Deep? Как я это понимаю? То есть, это лагерные дрожжи, да, которые именно... Ну, а пиво варится как L. Используется, то есть, лагерные дрожжи, при этом пиво варится как именно как L, да. То есть, в стиле ИПА. Сброжено лагерными дрожжами. Так, то есть, это что-то типа ИПА. Ну, какой-нибудь, скорее всего, Сэшен ИПА, да, судя по 30 IBU. И каким... Хотя 30 IBU, это даже, мне кажется, маловато. Ну, там, для Сэшен ОК, а для того же Ахмеленного лагера, мне кажется, маловато. Ну, то есть, это что-то между Ахмеленным лагером и Сэшен ИПА. Вот, так, что здесь нам пишет производитель? Также это Айхбаум. Так, где здесь? Состав вода, ячменный солод, хмель, экстракт хмеля, дрожжи. Экстрактивность 14,5, алкоголь 6,5. Но алкоголь здесь, кстати, как в полноценной ИПИ, да, какой-то. То есть, 6,5 алкоголя, немало. Так, что еще? Цена такая же, 70 рублей. Баночки у нас 0,33. Наши, кстати, баночки скоро будут догонять. Хотя вот так вот со стороны глянуть, да? Ну, вот. Вот, допустим, 0,33 и 0,43. Вроде кажется, что, ну, прям, ну, явно она там, получается, это же 30%, как бы, остатая. Но она просто, они все, все, все становится тоньше, тоньше, тоньше. Худеет, худеет, короче, наши баночки. Вот. Ну, что, по виду. По виду, в принципе, да, нефильтрованная, мутненькая немножко, в принципе, похоже на ИПАшку. Что по карбо не особо понятно, потому что мутновато. Но у карбо вроде как хорошая. Вот. Пенка, в принципе, в целом приятная, наверное, мелкозернистая. Но вот тут вот какие-то пузыри непонятные. Опять же, ладно. В принципе, налилось, как налилось. Ну, в принципе, окей. Да, вот, кстати, здесь ароматика сразу дает нам знать, что это какое-то охмеленное пиво. Причем охмеление такое немножко больше в цитрусовую какую-то сторону, в грейпфруктовую вот у меня почему-то. Почему-то вот именно такие ассоциации больше вызывают. Как будто что-то лимончик, может, еще какой-то, грейпфрут, вот что-то между этим. Ну что, давайте пробовать. Надеюсь, это пиво мне зайдет. ИПАшечку, кстати, давно, давненько не пил. Ну да, тут в целом сразу понятно, что это ИПА. Вот я бы, честно сказать, сказал бы, что это ИПА. Оно именно более плотное. На лагерь оно не очень похоже. То есть оно в целом более плотное. Чувствуется сразу с первого глотка у вас горечь, хмеля чувствуется. Горечь такая, на самом деле, достаточно деликатная, достаточно мягкая. То есть нету какой-то вот прям ядреной какой-то такой мощной горечи. Но, в принципе, здесь 30 айбю нам об этом производитель и заявляет, да. Вот. Поэтому вполне себе ничего. Я вот это пиво, допустим, с удовольствием выпью, но уже, конечно, за кадром. А сейчас, наверное, ребят, уже будем подводить итоги, да. Опять же, в принципе, кто не любит ИПА, то и это, соответственно, не зайдет. По факту такая, знаете, чувствуется, что хмели какие-то простенькие, может быть, достаточно, да. То есть нету какой-то глубины, интереса, вкуса. Просто такая вот вы пьете, чувствуете, что это ИПАШКА, чувствуете, что здесь есть хмеля, чувствуете небольшую горчинку. Ну, та же Волковская, допустим, которая и объем будет побольше, да. И стоят они 70, и там, по-моему, 70, да, стоит, или 75 она еще стоит. Вот. Ну, то есть разница небольшая. Та, конечно, намного интереснее, там, и хмеля поинтереснее, и в целом как-то баланс поинтереснее, на мой взгляд. Так что тоже, как по мне, не очень. Ну, давайте глобально подведем итоги. Собственно, с чего начинали. Речицкая. Давайте даже глоточку еще сделаю. Сказать, напомню себе. Простенький водянистый евролагерок под классические пивные. 60 рублей. Ну, типа окей. Но я, допустим, ну, не знаю, водянистый слишком для меня. Я люблю, чтобы было какое-то солодовое тело. Поэтому для меня не очень, но... Как-то там, под шаштычки, под классические пивные. В принципе, каких-то прям вот неприятных нот, ничего такого нет. Горчиночка минимальная на финише есть. То есть тоже имейте это в виду. Соответственно, рисовый повторять не буду. Не мой абсолютно стиль. Ну, и как по мне, здесь все-таки дефекты от трехсосинского имеются. Вот эта аптечность немножко какая-то. Сам солод какой-то вот этот залежал немножко. Ну, не знаю, не моя абсолютно тема. Кто пьет трехсосинский, ребят, напишите в комментариях, почему вы покупаете трехсосинский. Это же нифига не бюджет на 70 рублей, как бы, за 0,45. Ну, то есть, с точки зрения бюджетности, оно не выигрывает, да, там. То есть, какие у него преимущества? Что вам лично нравится в заводе трехсосинский? Для меня это, конечно, загадка. Так, вид, соответственно, от Волковской. Давайте тоже его освежу в памяти. Ну, в принципе, он реально какой-то простой прям. Вот прям проще паренной репы. То есть, нет совсем никакого вкуса. Как будто легкое пиво совсем с небольшой плотностью. Туда бахнули немножко кориандра, короче. И какой-нибудь лимончика, да, лимонного сока туда немножко сбрызнули. И, может, для аромата немножко цедры еще. Типа окей, но это типа какой-то сэшен. Ну, не знаю. Ну, не знаю. Ну, вот не мое тоже совсем. Так, мэрцин. Как по мне, не совсем мэрцин. Плюс что-то... Сейчас тоже еще. Плотности не хватает. Плотности какого-то вкуса солода мне в нем не хватает. Ну, нет. Это, опять же, какая-то разновидность по факту евролагера. Причем вот к солоду у меня есть вопросы. Да, горчинки здесь чуть больше. Ну, не знаю. Тоже не мой вариант. Ипашка, опять же, простенькая. Вот, опять же, реально простенькая. И когда рядом есть Волковская, я возьму Волковскую. Примерно так. И того, что я из этого могу купить. Но потенциально я могу купить, скорее всего, вот эту ипашку, наверное. Потенциально я ее могу купить. Но не знаю. Я лучше Волковскую, опять же, возьму. То есть, какая должна быть ситуация, чтобы я ее взял на практике? Сложно представить. К этому те же вопросы. Я вот лучше ту же Балтику-тройку, допустим, возьму. Она и дешевле, и, на мой взгляд, вкуснее намного. Потому что, ну, там и солодовая база совершенно другая. Пиво более вкусное, насыщенное, солодовое. Так что, как всегда, все в пролете. Ну, вот. Ну, прям вот критически какого-то плохого. Ну, как по мне, это вот... Вот это трехсосинский, да, наверное, завод. И, наверное, вот Мерцин все-таки. Ну, совсем не Мерцин. То есть, как лагер, наверное, его можно там рассматривать. Как такой чуть более плотный лагер. Но, наверное, все-таки не как Мерцин. Такие дела, ребят. В принципе, наверное, все сказал. Пишите в комментариях, кто пробовал, как вам это пиво. Нравится, не нравится. Как вы его ценили. С удовольствием почитаю ваше мнение. Лайк, подписка, колокольчик. Кто хочет поддержать финансово, можете перейти и подписаться на Boosty. Спасибо всем ребятам, кто поддерживает мой канал таким образом. Также спасибо ребятам, которые поддерживают мой канал и меня, соответственно, на стримах. Всем еще раз большое спасибо за это. Кто хочет меня поддержать не финансово, можете перейти и подписаться на Zen. Посмотреть там какие-то видео. За это тоже всем спасибо. Все, ребята. Всем спасибо за просмотр. До новых встреч. Пока.